Всем привет! Вы на канале Семья на колёсах. И сегодня мы отправляемся в новое путешествие. И куда мы едем? На Северный Кавказ! Мы будем снимать... Молодцы! Вырежем! Мы будем снимать дорогу, будем снимать достопримечательности, расскажем, сколько на что мы тратим. Извините, я вас прерываю. Поэтому оставайтесь с нами. Поехали! Итак, друзья, мы отправляемся из Туиска области на Донбай. Наш путь составляет 1470 километров. Движемся мы по трассе М4, захватываем платные участки дороги. Естественно. Далее держим направление Ставропольского края. После на Черкесск и на Донбай. Деньжер! Подпишем Деньжер! Никто не решается обгонять. А они вообще там привязаны хоть? Слышь, как кто смеет? Я такое ощущение, что нет, Ром! На горочку ты... Как мы и говорим, пункт назначения. Так, мы едем по платной дороге. В конце видео мы почитаем, сколько мы потратили. В один конец денег. Едем мы, получается, в будний день, в понедельник. Нужно учесть то, что в выходные цена отличается. Мне мама купила с папой это... Книжку с наклейками? Да. И это как, какие наклейки. Ну, там я уже наклеила, где-то наклеила. Ну, теперь я смотрю по ангеле. Первая остановка зеленая. Мы проехали час. Лукойл! Как обычно, все голодные. Только отъехали от дома, мы хотим есть. Надеюсь, мы не одни такие. Наша любимая заправка Лукойл. Мы всегда на ней останавливаемся, когда едем по М4, в сторону Ростова. Она находится... Прожаем вывеску на верхнем ОМОН, и вот через несколько сот метров. Как раз-таки, это большая заправка со столовой. Там такие приятные столики. Детская площадка большая. Разминаемся. Привет, Черкесск. Я так понимаю, это главная мечеть этого города. Минария, это некрасиво. Едем дальше на Донбай. Субтитры сделал DimaTorzok. Детская площадка. Детская площадка. Военно-Сухумская дорога. Температура падает. Падает, да. Ставропольский был 26, сейчас уже 23. Так что запасайтесь кофточками, кофточками, крем от загара сзади. Кофточками, курточками, но крем от загара, да. Какой парадокс. Это факт. Не боятся строить узкие камни? Видимо, нет. Ну, это же лотерея, реально лотерея. Судя по строению, ну да, судя какие строения, если застраховать его не будет, чтобы его камнем накрыло. Ребята, будьте осторожны, тут пешеходы есть. Своеобразные. На них не наорешь уже, если что. Ой, хорошие красавцы. Они что-то ищут, им не до нас. Попадают. О! Красота обалденная. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Два платных участка дороги в Тульской области. Дороги бесплатные, нормальные. Они не через населенный пункт. Но как раз на видео тот грузовик с непривязанными стволами деревьев встретился там. Итак, мы в одну сторону туда в будний день потратили 1200 рублей, в обратную сторону мы ехали уже в выходной день, также объезжали те же платные участки дороги уже в Тульской области и потратили мы 1515 рублей. Кстати, я хочу отметить то, что я слышала, что с августа Росавтодор поднимает цены, будьте к этому готовы, смотрите актуальную информацию на официальном сайте, чтобы знать точную стоимость проезда. По бензину в одну сторону мы потратили 7000 рублей, на момент прибытия в Донбар у нас еще осталась половина бака, вот, наверное стоит отмиксить. Итак, машина у нас Nissan Qashqai, двигатель 1.2, вариатор турбированная, вот, у нее расход примерно от 8 до 10 литров в среднем, поэтому прикиньте, посчитайте, сколько это может стоить для вашего автомобиля, может быть он потребляет меньше, может быть он потребляет больше, вот, поэтому стоимость у вас может быть другая. Вот, в целом, наверное, по стоимости все, я не буду складывать стоимость питания, которое мы покупали в дороге, потому что часть тормозка у нас была собственная, плюс у нас двое детей, и я думаю, что это не очень актуально для вас информация. В целом, в дальнейшем, в видео, которое я буду выкладывать, мы снимали кафе, которое мы посещали, рассказывали о стоимости, которую мы там тратили, поэтому, что, смотрим продолжение. Продолжение следует...